Текущая ситуация в Нагорном Карабахе. В течение недели обстановка в зоне Нагорно-Карабахского конфликта оставалась напряженной. Отмечались взаимные обстрелы по всей линии боевого соприкосновения сторон. Целями становились и гражданские объекты. Мы призываем стороны проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил. Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов. В этом ключе 1 и 2 ноября, как вы знаете, президент России провел интенсивный обмен мнениями с лидерами Азербайджана и Армении. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха затрагивалась в беседах министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также заместителями министра иностранных дел нашей страны, зарубежными коллегами. Очередной попыткой международного сообщества найти скорейший выход из драматической ситуации вокруг Нагорного Карабаха стала встреча в Женеве 30 октября соприседателя Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Ранее прошли их консультации с президентом Международного комитета Красного Креста и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Свою поддержку миротворческим усилиям соприседатели продемонстрировали другие члены Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху на ее заседании 3 ноября в Вене. Сколько мы являемся свидетелями активизации террористической активности в Европе, произошедшей в Франции, в Австрии, министр иностранных дел России Сергей Лаврова, в своем свежем интервью к Коммерсанту заявил, что численность иностранных боевиков с Ближнего Востока в зоне Нагорно-Карабахского конфликта уже приближается к 2000. И учитывая, что Россия в свою очередь является мировым лидером в борьбе с международным терроризмом, первый вопрос будет, какие конкретные шаги готовит Россия по нейтрализации террористов, которые находятся в Азербайджане. И второй вопрос, какое содействие может оказать Россия европейским странам в борьбе с международным терроризмом? Ну, я не смогу сейчас ответить на все аспекты вашего вопроса. Здесь необходимо, безусловно, в том числе и мнение экспертов, которые занимаются контртеррористической проблематикой. Я могу, со своей стороны, сказать, что по поступающей информации в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с Ближнего Востока, у которых, как мы уже говорили, руки по локоть в крови в зону Нагорно-Карабахского конфликта, о чем, собственно говоря, вы знаете, процитировали интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Причем речь идет о радикально настроенных наемниках, они исповедуют идеологию джихадизма. Все это не может не вызывать у нас серьезное беспокойство, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава теперь уже в Закавказье. Опять же, хотела бы сказать, что об этом Россия заявляла открыто, сразу после того, как мы стали располагать соответствующими данными.